Борис Владимирович, что для вас ваш картодром? Ну, смысл жизни. Все, наверное. Все. Это сооружение построено для того, чтобы выросло нормальное поколение. Много ребят выросло на картодроме, которые стали настоящими и спортсменами, и работают в народном хозяйстве, и крутыми бизнесменами, и водителями-дальнобойщиками, и многое-многое другое. Сегодня мы не можем вырастить академика, но человека, хорошего труженика, грамотного, технически и полезного нашему обществу, это в наших силах. Мы это можем, это у нас получается, и этим достижением мы можем похвастаться. Краски рассвета, неси на крыле, радуйся утру и солнечным векам, высшая должность на этой земле, быть человеком, быть человеком, высшая должность на этой земле. И с должностью такой, давно назначенной судьбой, сам Борис Чхетяни всегда справлялся и справляется. Это проверено жизнью, временем, делом. А еще теми, кто знает, какой он Борис Чхетяни. Он добрый, он отзывчивый, он как отец. Он любит всех, он готов помочь, подсказать, организовать что-то. Это дядя Боря. На ваш взгляд, главное его качество какое? Добродушность, человечность, отзывчивость, внимательность. Порядочность, наверное. Ну, мне так кажется, что порядочный человек, и с ним всегда приятно иметь дело. Этот человек, который стремится, который добивается поставленной задачи, достигает. Человек болеет за российский спорт. Для меня он как отец родной. Это не пафосные слова. Мы с ним очень давно друг друга знаем. Съели не один путь соли. Наш Боря, он лучший. 20 марта 2017 года Борису Владимировичу Чхетяни исполнилось 75. Местом празднования юбилея стал, конечно же, картодром. Точнее, его уголок отдыха. С каждым из гостей ювеляр связывает немало. Ведь все они люди особой, картинговой закалки. Беззаветно преданные своему делу. И на торжество собрались те, для кого и Борис Чхетяни, и его картодром давно стали неотъемлемой частью жизни. Вы специально приехали сюда, к нам в Сочи, на этот юбилей? Практически специально. Мы подгадали так, чтобы попасть на юбилей к нашему любимому дяе Боря. И сделать тренировочную сессию и попасть на чемпионат Южного федерального округа в город Лобинск. Так тепло у вас прозвучало, дядя Боря. А вы давно с ним знакомы? Да, сколько я занимаюсь картингом практически. Это личность для нас авторитетная. Очень мы его уважаем. Все, все картингисты. Коллектив его очень любит, уважает, картодрома. Мы его все любим. Его силами поддерживается вот эта замечательная трасса, где воспитано много замечательных пилотов, не раз выигравших чемпионат Краснодарского края и хорошо ехавшие в чемпионате России даже. А среди гостей было немало тех, кто стоял у истоков развития картинга в Сочи. Еще до того, как появился картодром. Вот они, сочинские гонщики той поры. Это кадры любительского фильма. С собой из Москвы его привез Борис Горелес. В 80-х в Сочи он занимался мотоспортом, увлекался и картингом. Это, кстати, показательное выступление на стадионе 8-й школы. Снимал не всегда я. У меня были друзья, которые занимались. А я, в общем-то, аккумулировал это у себя. Всю жизнь собирались эти кадры и решили сделать, в общем-то, такой архив, чтобы сидеть, вспоминать молодость, вспоминать, показывать молодым. Молодым, в общем, как бы, чем все это начало, как это все происходило и чем они занимают сейчас. То есть, ну, как бы, шаги истории. И какой истории? К ней мы еще вернемся, а пока подчеркнем. Это торжество оказалось не совсем обычным. Ведь в тот день не только с юбилеем личным принимал поздравление директор картодрома Борис Владимирович Чхитиани. Главный виновник торжества, но не единственный. Им стал еще один юбиляр. Его не было среди гостей праздничного застолья, и все-таки он был. Ведь это сам картодром, которому исполнилось 30. Ровно столько лет назад его и построил Борис Чхитиани. И ровно столько, 30 лет, бессменно возглавляет он сочинский картодром. 75 и 2 по 30. Это очень значимые даты. Одной без другой бы не было. И все-таки, какая из них для вас самая значимая? Самая-самая. Так сходу и не ответишь. Но, вообще-то, быстро годы пролетели. Быстро годы пролетели. Сегодня 75. Это не так уж мало. Много есть воспоминаний за все эти прожитые годы. Конечно, юбилей того детища, которое называется картодром. Это действительно имеет большое значение в моей жизни. Потому что это сооружение построено для души. Это сооружение дало возможность очень много детей и подростков уберечь от всего пагубного, что связано с воспитанием подрастающего поколения. Я не один. У меня есть коллектив, тот, который со мной единомышленник. Тренера, инструктора. Те, которые непосредственно занимаются детьми. Короче говоря, крутят гайки детям. В интервью журналу «Огни Сочи» вы признались, что относите себя к тем, у кого кровь пополам с бензином. Да. Это точно. Это точно. Я давно дружу с техникой. С детства дружу с техникой. И действительно у нас, у всех, кто занимается техническим видом спорта, кровь наполовину с бензином. Это ваш главный двигатель. Да. Мы любим наше дело. Мы любим свой спорт. И у нас получается. И еще как получается. А вот как? Об этом лучше всего говорят успехи юных пилотов сочинского картодрома. Это лишь небольшая часть их наград. Для всех завоеванных за 30 лет места, увы, в судейской комнате нет. Форум-музей открывает. Ведь каждый год уверенно растет число наград и побед. В самых престижных турнирах. Проводятся они как в Сочи, так и в разных городах страны. А в списке картодромов российских Сочинский занимает сегодня особое место. Сочинский картодром, он не то что один из лучших, он уникальный. Потому что само месторасположение, сама конфигурация, отрас. Ну, очень эффектно. Заезжаешь, красиво, не знаю, река, все, это супер, это супер. Один из лучших картодромов, это точно. А сам основатель картодрома на карте и прокатился-то всего пару раз. Да и вообще спортом, признается Борис Читяний, никогда не занимался. С детских лет его тянуло к морю. Я вообще-то работал на флоте до армии. Я работал матросом. Пацаном еще до армии. Ну, где было, когда мне было 17-18 лет. Вот. И меня тянуло к морю. Ничего удивительного для юноши, выросшим на морском берегу. Родился Борис Читяний в семье фронтовика. От родителей унаследовал умение работать и жить по совести. Отец уже ушел из жизни. Рядом с мамой сегодня дети, Борис и Тамара. После школы Борис Читяний 3 года служил в рядах советской армии. Нет, не в архфлоте, в авиации. 27 женился. С первого взгляда влюбился. Юная Нана ответила взаимностью. Сыграли свадьбу. В семье появилось двое детей. Сын Давид и дочь Жана. К тому времени Борис Читяний уже состоялся и в жизни, и в профессии. За плечами два образования. Торговое среднеспециальное получил в Сочинском политехникуме. Высшее инженерно-экономическое. В Харьковском институте. До середины 80-х трудился в сфере торговли, включая сочинский торгмортранс. Последнее место работы, после которого появился у вас картодром, это была торгово-промышленная палата. Правильно я говорю? Эксперт торгово-промышленной палаты. Борис Владимирович, несмотря на то, что вам всегда приходилось много работать, вы всегда занимались еще и общественной деятельностью. Вот давайте вспомним. Я прошел все формации при советской власти. И был и председателем товарищеского суда, и партийную работу вел, и профсоюзную работу. Именно общественная работа и привела вас к картодрому? Как это было? Да. Общественная работа мне привела. Я был в комиссии по... Делам несовершеннолетних. По делам несовершеннолетних. И на каждом заседании этой комиссии стоял вопрос, что делать с детьми, подростками, которые недостойно себя ведут. И на одном из заседаний я предложил руководству города, что надо, если мы говорим о детской неустроенности, то им надо что-то делать. Их надо куда-то приобщить. Идея о картодроме тогда уже была? Идея о картодроме была, потому что в Сочи был картинг, развивался. Стихийно все это было, стихийно. Борис Шкетяни это отлично знал. Он был частым гостем там, где сочинские подростки с невиданным упорством постигали азы гоночного мастерства. И даже ездил с ними на соревнованиях по всему Советскому Союзу. Картингом занимался его сын Давид, будущий верный помощник отца, нынешний заместитель директора картодрома. Сегодня здесь же работает и бывший тренер Давида Шкетяни Сергей Демиденко. На сегодняшний день я просто являюсь действующим гонщиком, самым возрастным, можно сказать, в России. Мне 62 года. Я продолжаю ездить, участвовать в соревнованиях, как чем надо в крае, так и в гонках ветеранов. Я могу похвастаться, что в 15-м году я стал чемпионом края. Краснодарского края. Правда, в команду в зачете. Именно вы стояли у истоков развития картинга в нашем городе. Да, можно уже сказать олигарх. Нет, не олигарх, а патриарх. Патриарх. А в те далекие советские времена будущий патриарх сочинского картинга... Работал в интуристе на Икарусе через день. День я работал на Икарусе, я крутил гайки на карте. Я впервые карт увидел в 1970 году. Я учился в седьмой школе. И привезли старенький какой-то списанный карт. Ну, он был еще на мотороллеровских колесах. Вот с той поры у меня загорелось, и я с той поры стал заниматься картингом. Каким тогда был карт в Сочи? Где занимались? Вы знаете, это было на уровне дворовых команд. Занимались мы в ДОСАФе. ДОСАФ было старенькое здание, маленькая площадка. И мы там практически на самодельных картах устраивали соревнования. Как вы их делали? Из чего вы их делали? Вы знаете, нам повезло. У нас была хорошая материальная база в ДОСАФе. У нас были токарные станки, у нас был фрезерный станок, сварка. Тем более, самое главное, знаете, что у нас были руки и желания. И, как говорится, знаете, все-таки бывает такое, что в жизни есть место мечте, место чуду. И вот этим чудом у нас оказался Борис Владимирович Тианин. Он появился, я тогда уже руководил командой. И вот появился Борис Владимирович, он привел сына ко мне. Мы стали заниматься, как мы его называем, наш дядя Боря. Он посмотрел на нашу нищету, на наше вот эти мутарства. И он стал помогать. И в результате... Еще когда не было картодрома, да? Не было. Картодром, вы что? Вы об этом? Мы даже мечтать не могли. И когда он меня сюда привез впервые и сказал, что вот здесь будет картодром, я подумал, что это сказки бабушки Арины. Не поверил? Не поверил. Я не поверил. Сказки дедушки Бори. Да, дедушки Бори. Когда я увидел здесь технику, и она начала работать и строить этот картодром, вот тогда я поверил. Ведь словно ветер никогда не бросал Борисович Хитяне. Но началу строительных работ предшествовала работа другая, земельно-поисковая. Городские власти идею строительства поддержали, но с оговоркой. Я когда пришел к Николаю Ивановичу Карпову, он был тогда председателем Горисполкома, он говорит, в чем хочешь помогу, но денег не проси, денег нет. А в то время действительно были такие времена, что денег не было. Но это вас не остановило? Нет. И землю вы стали искать? И мы, я и стал искать землю от Лазаревской до Адлера. А нашел? В селе Пластунка. Там, откуда тянутся сочинские корни фамильного рода. Может, по тому судьбе и было угодно привезти Бориса Ачхитяне именно сюда. А тогда, в 80-е, это были земли... Дагомышского чайсовхоза. Территориально это хостинский район. А помогал мне во всем этом. Район-центральный район. На этой территории была свалка. Самая настоящая. Сюда свозились запоры, которые снимали в городе. Сюда свозились емкости газовые. Здесь они валялись. Трубы были здесь. Вся земля была в Рытвинах. Но и это не остановило Бориса Ачхитяне. И мы начали оформлять эту землю. Начали оформлять под спортивно-технический комплекс. Здесь же не только картодром. Здесь картодром – это основное. А так у нас секции есть авиамодельного спорта. Парашют. Парашютисты летают здесь. Дельтаплан. Мотодельтаплан. Все технические виды спорта вообще замыкаются на картодром. В день нашей съемки здесь как раз и проходила плановая тренировка членов сочинского авиаклуба. В зависимости от погодных условий они тут бывают часто. Я смотрю, среди ваших авиамоделистов молодые люди, взрослые и дети. Ну да, кто-то занимается с детства, кто-то привел своих друзей, кто-то родственников, кто-то детей. Я, например, с детства занимаюсь авиамоделизмом. Площадка картодрома является единственной в городе, она легко доступная для большинства моделистов. А как вас здесь принимают? Директор картодрома очень радостно нас принимает. У нас всегда есть общий язык, и мы всегда за продвижение спорта. Превратить свалку в территорию спорта оказалось непросто, даже с помощью власти. Только на оформление земли ушло 8 месяцев. Параллельно началось и строительство. Вас не испугало, что помощь-то как бы административная есть, финансовая нет? А как? Это ж надо как-то выруливать, это ж требует средств, несерьезных средств. Как вы выходили из положения? Ну как выходили? У меня были свои запасы. Были у меня, не без этого, что у меня не было своего начального капитала. Потом мы, все это делалось под эгидой кооператива. Вы ведь, наверное, не один на один оказались со своими проблемами, у вас же были какие-то помощники? Да, были единомышленники, помогали мне. Не все дело в деньгах. Кто чем, тем мог помогать. Они помогали. Кто мог дать, например, трактор, поработать несколько дней. Кто дал экскаватор, кто автомобилями помог, самосвалами и так далее, и так далее. Надо же было это все здесь разровнять. Благодаря единомышленникам появился и проект. Мы ездили по этому поводу в Москву, специально привозили трассы, картодромы со всего мира. У нас занимался мальчик Саша Алаухов. А отец его работал у нас в Сочинском проектном институте. И я ходил к нему, привез ему буклеты, и мы в соответствии с нашей землей выбирали трассу. Итальянская трасса нам подошла. Мы кое-что, конечно, изменили, но в основном вот то, что есть здесь, больше подошла итальянская трасса. И уже через два года картодром был готов. Посильную помощь строителям оказывали и мальчишки, те самые, для которых он и строился. Вот, кстати, его первые воспитанники. Многие из них позже и сами стали наставниками здесь же. А на видном месте судейской комнаты – фоторепортаж об открытии картодрома. Дождливая ненастья не омрачила всеобщего счастья. Произошло это событие весной 1987 года. Тогда же состоялся и первый городской чемпионат. И очень скоро стал сочинский картодром – круглогодичным центром проведения соревнований всех уровней. С тех пор сколько же здесь прошло? Не посчитать. Здесь проходило очень много соревнований краевого значения, чемпионаты Южного федерального округа, чемпионаты России, Кубок России. И мы здесь у нас зимой, детям ездить негде, и они приезжают к нам. Соревнования очень важны для раската к летнему сезону. Это традиционные соревнования и уникальные, идеальные погодные условия. Только Сочи обладает таким климатом в России. Немало прославленных российских пилотов свои первые награды получали именно здесь. В их числе и знаменитый гонщик «Формулы-1» Данил Квяк. Его первый подиум, первое место в картинге занял на сочинском картодроме. Я ему вручал диплом и приз здесь, на нашем сочинском картодроме. Ну, уж коль мы вспомнили «Формулу», то хочу, не могу не спросить. Вы же принимали участие в открытии трассы «Формулы»? В открытии трассы мы участвовали. Были руководители все края, страны нашей. И мы встречались, наши дети встречались с именитыми спортсменами «Формулы-1». Мы встречались с Феттелем, мы встречались с Кухардом. Это знаменитые, которые сейчас ездят в лидерах «Формулы-1». Очень знаменитые спортсмены. Они подарили нашим детям сувениры, подарили им бейсболки с росписями, с автографами. И дети в восторге, конечно, с такими знаменитостями познакомиться и побывать рядом с ними. Они им делали экскурсии по болидам «Формулы-1». Дети очень довольны были, очень. Конечно, радостно очень, что в Сочи имеется трасса «Формулы-1». Это очень престижно и очень радостно. Детям есть к чему стремиться. Сейчас вы не найдете гонщика, тот, который бы не мечтал в будущем участвовать в «Формулы-1». Они приходят с такими мыслями, что в будущем они будут знаменитые гонщики. И ваши воспитанники? И мои воспитанники тоже самое. Среди них и один из самых юных спортсменов. Ему шесть, но представился нам маленький гонщик. По-взрослому. Баранов Илья Кириллович. Молодец. Илья Кириллович, молодец. А за что тебе нравится картинг? Мне нравится гонки и «Формулы-1». О, а когда же ты полюбил картинг? Ну, вот так получилось, потому что я хотел стать гонщиком «Формулы-1». Когда я выросла к 17 лет. Для меня это будет очень круто! На пути к крутой мечте будет немало крутых виражей. И мальчишки это отлично знают и готовы их преодолевать. Ведь картинг – спорт сильных и смелых. Он закаляет характер и волю. Учит побеждать и проигрывать, никогда не сдаваться и всегда стремится только вперед. Уже сегодня эти юные гонщики показывают неплохие результаты на тренировках и соревнованиях. Один из них, к примеру, недавно побывал в Италию. И успешно участвовал в раскаточном заезде мировой серии картинга. Это Макс Попов. Мне 8 лет. И сколько же ты занимаешься картингом? 4 года. А каких успехов мечтаешь достичь? Ну, дойди до конца картинга, потом пройти Формулу 4, Формулу 3, Формулу 2, Формулу 1. А для того, чтобы мальчишеские мечты сбывались, надо много работать и не только тренерскому составу. Длина гоночных трасс – 1206 метров. Их надо регулярно ремонтировать, менять покрытие, содержать в идеальном порядке. Как и все большое картодромное хозяйство. А еще надо обновлять техническую базу. Она ведь здесь тоже есть. А еще продолжать можно долго. И на все это требуются немалые средства, не говоря уже о текущих, обязательных путешествиях. Борис Владимирович, но ведь это же, наверное, не очень просто, скажем так, да? Это не просто. Но дело в том, что мы нашим коллективом умеем зарабатывать деньги. Мы работаем. Мы организовали площадку для подготовки водителей. И, естественно, это все не бесплатно. И у нас хватает сейчас средств на все текущие расходы. Мы же ни от кого ни одной копейки никогда не получали. До сих пор. Нет, никогда. Здесь не было и нет бюджетных денег? Ни одной копейки. Это ваша принципиальная позиция? Это моя принципиальная позиция, что мы не тратим бюджетных денег. У нас ни одной копейки не растрачено бюджетных денег. И мы сами зарабатываем, сами зарабатываем. И сами содержим все вот это вот огромное хозяйство. И все это идет на развитие картодрома? Все идет на развитие картодрома. Все идет на развитие. ООО «Картинг» так официально именуется. Картодром – примерный налогоплательщик. А в 2015-м стал и вовсе лучшим, и был удостоен наград налоговой службы. Рядом с ними – диплом и наградной знак сочинской администрации. Им отмечена работа самого директора картодрома. А еще – различные дипломы, грамоты, благодарности. На виду не все, их ведь много. И полученные они за умение и стремление Бориса Чхетяни и его коллектива работать грамотно и результативно, на перспективе. Зарабатывая и вкладывая, вы еще, насколько мне известно, содержите еще здесь две секции картингистов безвозмездно? У нас безвозмездно содержится, мы содержим здесь две школы. Одна школа – это управление физической культурой и спортом, а вторая школа – школа дополнительного образования. Безвозмездно они у нас квартируют, безвозмездно пользуются квартодромом. Ну, дети, о каких деньгах можно будет разговаривать? Это дети, это наши дети, дети нашего города. Мы для этого и созданы. Конечно, было бы хорошо, если бы кто-нибудь помогал. Не без этого. Мы бы лишний раз купили лишнюю пару покрышек для пацанов, купили, обновили амуницию и так далее, и так далее. Вот. Ну, сегодня так. Борис Владимирович, а как вы отдыхаете? Ну, вот здесь я нахожусь, вот это моя и работа, и мой отдых. И вместе с тем по рамкам трассы гоночной неограничена жизненная трасса Борисович Тиане. Директор картодрома на Пластунке всегда в курсе всех главных событий родного села. И наряду с другими энтузиастами активно принимает в них участие. По велению души и сердца. Мы сейчас построили грандиозное сооружение, то, которое вот очень близко нам. Мы поставили мемориал участникам Великой Отечественной войны. Появился он в канун 70-летия Великой Победы. Памятный мемориал расположен на въезде в село Пластунка. Мемориальный комплекс – это наша гордость, это наше все. Дело в том, что у меня самого отец, фронтовик, раненый, к счастью, он пришел с фронта. А сколько сотен людей из нашего села, наших грузин, не вернулись в боев. Много вернулись, потом умерли. Нам в мемориале все их фамилии перечислены там. Мы все участвовали в этом деле и финансово, и как могли. Не менее весомое сооружение. Мы строим часовню, церковь. Очень красивое сооружение. Я участвую полностью в этих мероприятиях. Мы все, кто чем может, материально помогаем нашему обществу и вере. Да. У нас проводятся мероприятия, все это, конечно, их надо содержать. Дети ходят на танцы, учатся грузинским танцам, проводятся концерты в городе. Ну, такие вот духовные мероприятия. Иногда в концертную площадку и не только превращается и сам картодром. Ансамбль и верия – постоянный участник родовых сходов. Без малого 15 лет назад центром их проведения тоже стал центр гоночных баталий. Идея эта появилась у Бориса Чхитияни еще в начале 90-х, после поездки в Сванетию на историческую родину предков. И рождена трепетным отношением к их памяти, своей семье и общей историей фамильного рода. Родочки Тиани. И теперь каждые 5 лет собираются здесь его представители. Люди очень благодарны. Дело в том, что собирается нас много. Собирается где-то до 300 человек нашей фамилии. Они же стараются как-то быть вместе, делить радость, не дай бог, где-то горе, помогать друг другу. И жить одной большой чхитиянской семьей. В одной из бесед вы однажды сказали замечательную фразу, которую я запомнила. Для меня семья всегда на пьедестале. Всегда, да. Семья в первую очередь. Когда у тебя крепкий тыл, когда ты чувствуешь за собой поддержку, это великое дело. Если бы не было вот этой поддержки, наверное, я бы ничего не смог сделать. Ваш сын занимался картингом. Сегодня он работает вместе с вами. Ведь картодром – это теперь ваше семейное дело, правильно я говорю? Он сам работает у меня. Ведет всю спортивную работу и занимается этим. Довольно успешно. Внук у меня ездит. Династия подрастает. Ты сам сюда пришел заниматься? Или так хотели дедушка с папой? Дедушка с папой. Хочешь связать свою жизнь с гонками в будущем? Да, хочу. Самая главная мечта какая? Стать чемпионом. Дед и вручал внуку первые награды. И не потому, что он здесь главный. Их ведь заслужил Костич Литяй. У вас же и дочка здесь работает тоже, да? Да, и дочь работает здесь. Все вы рядом, все мы вместе? Все мы рядом, все мы вместе. И все мы стараемся содержать наш картодром в отличном состоянии. Стараемся делать так, чтобы было престижно сюда приезжать. И чтобы детям было комфортно, удобно. И летят со взрослой скоростью такие маленькие, но такие сильные машинки. И бесстрашно управляют ими еще не очень взрослые, но уже такие сильные мальчишки. И 30 лет находятся рядом с ними. Незеримый карт души Бориса Чхетяне. Как и требует того особая должность. Должность судьбы. Самое главное на свете. Человеческая. А эту программу мы готовили долго. Съемка мешала весенняя непогода. День юбилея Бориса Чхетяне и его детища тоже выдался хмурым и дождливым. И вдруг природа будто бы спохватилась. Праздник будет. И над картодромом появилась радость. Я счастливый человек. У меня живая мама. Моей маме 95 лет. Я женатый уже почти 50 лет. У меня двое детей. Трое внук. Бог дал. Ну так. В среднем. Не будем, чтобы не сглазить. Здоровье. Есть пока здоровье. Есть возможность еще ездить с детьми по соревнованиям. Если какие-то бывают череховатости, мы их преодолеваем и стараемся жить так, как требуется настоящим мужчинам на этой земле. Чья-то дорога проходит во мгле, Чья-то пронизана солнечным светом, Долг человека на этой земле, Быть человеком, быть человеком, Долг человека на этой земле. Быть человеком, быть человеком, Высшая должность на этой земле. Субтитры подогнал «Симон»